Она вызвала мало шума, разговоров и прочее, потому что с одной стороны она была ожидаема во всем творчестве Ларса фон Триера, о чем мы сейчас напомним, а с другой стороны, как мне кажется, и дала нечто новое. Давайте остановить, и потом я скажу, какие эпизоды мы покажем. Значит, естественно, мы по нашей сформировавшейся новой традиции не будем смотреть весь фильм, это бессмысленно, тем более, что многие уже видели его, знают, не видели, не знают, придут, посмотрят. Сейчас техникой никого не удивить, и в лучшем варианте посмотреть, чем здесь, хотя здесь хорошая аппаратура, и все здесь замечательно. Ну, я думаю, рационально говорить о фильме, а смотреть можно в любой ситуации самому. Вот, поэтому мы в лучшем случае покажем два-три отрывка, которые будут иллюстрировать некоторые вещи, некоторые положения. А в основном будет разговор об этом в фильме. Я взял эту поэтику из канала «Парк развлечений», когда, так сказать, вот представляют какого-то режиссера или ряд режиссеров, и идет такая вот нарезка, и сидит человек и говорит, и объясняет, что к чему. Это лучшее. Раньше, в советское время, когда фильмы были редкой вещью, показывали весь фильм, понимая, что, может быть, человек больше никогда его не увидит. Потом обсуждение этого фильма, сейчас можно обойтись без этого. Ларсов фон Триера, думаю, все, кто здесь собрался, знают. Думаю, надеюсь, что относятся к нему положительно. Конечно, может быть, отрицательно, что тоже неплохо. Он режиссер, который, не все фильмы которого могут нравиться, да. Ну, вот есть одна из ранних его работ «Королевство». Это, если не ошибаюсь, еще чуть ли не телевизионный проект. Такой длинный фильм, он для телевидения был создан. «Королевство» рассказывает о жизни одной больницы. Больницы, которая построена на кладбище, напоминая, о чем идет речь. И вот это мир невидимый и тонкий мертвецов, и мир видимый, и болезни, и страдания, и трагедии. Все переплетено в этом фильме, где по-триеровски все дается вот в тонком переходе в эту вот духовную область. На любителя фильм, ну, во всяком случае, уже виден мастер, почерк мастера. Сразу оговорюсь, для Ларса фон Триера кумиром является Тарковский. Вот он все время это подчеркивает, что и кинематограф Тарковского многое определяет его творчество. Ну, и не только. Ну, вот Тарковский почему-то вот он для Ларса фон Триера указывает особое значение, является, играет у него особое значение. Конечно же, всем вам известно, и наверняка вы не раз видели эту картину, «Рассекая волны» тоже эта картина строится в провокационном плане, но картина, опять-таки, полностью соответствует нашей общей тематике «Поймать Бога в кадр». Потому что «Рассекая волны» — это, в общем-то, картина, которая выводит нас на такой философский, метафизический план понимания действительности и так далее. Где четко показано, что такое протестантская религия, протестантская этика, малая община, да, жизнь малой общины, да, и Триеровское восприятие Бога, который больше, чем одна конфессия, больше, чем одна община, как такое, так сказать, космическое понятие для всех и каждого, да. И, как я понял эту картину, там воплощается евангелическая притча «Кто и души своей за меня не пожалеет, тот спасется». Вот, и души своей жалеть не надо ради спасения ближнего, тогда спасешься и сам. Не только тело, не только жизни, души даже. Ты можешь душу погубить, но, так сказать, ради спасения другого. Это приблизительно такая же ситуация, такая же дилемма стоит перед многими героями Достоевского, да. Кто и души своей за меня не пожалеет, тот спасется. И мы знаем еще такие его картины, как «Догвиль». Это картина, которая поражает всех своей экспериментальностью. Нет кино, по сути дела, театральная постановка. Искусственно созданы декорации, рисунки. Все снято, подчеркнуто в павильоне, напоминаю. Николь Кидман, на мой взгляд, это одна из лучших ее ролей. И так далее. Гангстеры, деревенька, героиня Николь Кидман. И вот, с одной стороны, фильм разворачивается достаточно медленно, затянуто. Он является собой такой художественный эксперимент. И только лишь потом начинает возникать метафизический смысл. Особенно сильна сцена, когда гангстеры расстреливают в отместку за издевательство над персонажем Николь Кидман всю эту деревеньку. И таким образом произносится последний окончательный суд божий. И так далее. И мы видим, что Ларс Фонтриер верен себе, создавая обычное повествование, вроде бы угадываемое, даже где-то скучное. И даже удивительно, ну зачем давать все эти эксперименты на основе гангстерской драмы, вроде бы, да. Выводит нас вот на этот уровень поймать бога в кадр. И он его благополучно ловит. Просто там как бы бог ягва, бог мести воспринимается в виде мафиозного готфада. Такого, так сказать, такого Дона Корлеона. Только на другой манер. Тут мы чувствуем, что Ларс Фонтриер, во-первых, не только Тарковского знает, да. Но и с западным кинематографом очень хорошо знаком. И играет с этой интертекстуальностью. И вообще ему все по плечу. Все он может, все он знает, все он умеет. Мастер, так сказать, высочайшего уровня. И создавать из простой вещи антикиношный. Фильм антикиношный, я имею в виду Донгвель. Это не кино. Мне очень смешно было, когда один из специалистов по кино, такой, ну, часто мелькает на телеэкране. Такой вот странный антиэстетический тип с лысиной и здесь косичку. Какое-то уже сочетание дикообраза. Но если лысина, то зачем косичку-то заплетать? Как воспоминание о том, что здесь тоже что-то было. Такой не человек, а ностальгия по волосам. И у него еще такие джинсики, эти самые, всегда клешоны. А внизу на клешке такая оборочка детская, женская такая, как у трусиков. Вот такой хобби. Он все знает. Ну, таких балбесов много сейчас появилось. И он сказал, что вот, так сказать, потому русское кино не катит, это его слова, на Западе, что оно слишком театрально. В другом встрече он сказал, что кино вообще не искусство. На что я ему заявил, вы что, с ума сошли? Он это съел. Конечно, сошел. А вот вам Ларс фон Триер. Кино, которое катит, кино, которое западное, оно все театральное. Я имею в виду дом. Оно разве не театральное? Оно именно театральное. Вот хотелось бы мне его спросить, а как это кино? Катит оно для западного или не катит? Театральное оно или нет? Но он не любит прямых вопросов. Это как бы нарушает его имидж лысой косы. Так вот, значит, ну, идиотов много. И упрек в том, что кино не может быть театральным, ну, глупее упрека я не вижу. Потому что много великих картин, которые вышли из театра. Ну, например, великая картина Акера Курасавы «Семь самураев» — это театр Кабуки. Это театр. И великолепный театр. Там каждый актер — это техника именно этого театра. Там чего стоит хотя бы одна сцена дуэли на мечах, чтобы понять, какое это совершенно иное, неевропейское актерское мастерство. А если слушать этого дурака с косичкой, то лучший кинематограф мира — это американский кинематограф, в котором нет театральности. Но тогда, куда он денет великолепную «семерку», которая возникает как некий ремейк «Семи самураев». И когда сами специалисты по американскому кино пишут о том, что «Семь самураев» явились некой революцией в истории американского кино, они заставили их, американцев, взглянуть по-иному на свой собственный вестер. И вот вам не театральность американского кино, если слушать дурака с косичкой. А Чаплин — это не театральность? А что это такое? Разве это не театральность? Хотя бы одна завязка в фильме «Огни большого города». Это выстроенная театральность с выстроенными декорациями. Ну, что мы будем к глупости возвращаться? И вот Ларс фон Триер строит вам чистой воды театр на основе гангстерского американского фильма, разбирает вам этот, как бы это сказать, сюжет и показывает, как в этом гангстерском фильме может заключаться теологическая драма. Бог, там, правда, не сын Божий, а дочь Божья, что уже, так сказать, по-триеровски весьма-весьма похоже на ересь. Потому что Триер уж точно, если он идет к Богу, ну, какими-то своими еретическими путями. Не явно вот, не по какой-то... Уж точно тут не РПЦ. РПЦ я произношу как РВС. Потому что это уже не церковь, это уже Реввоенсовет какой-то. РПЦ. Вот точно не РПЦ, и точно не ЦПЦ какое-нибудь, и другие, так сказать, конфессии. Это что-то свое, триеровское. Вот. И он еретик, конечно. Как еретик любой художник. Как еретик Толстой, как еретик Достоевский, как его не пытаются там заманить в православие. Как любой художник еретик. Как еретик Гоголь, на самом деле. Гёте и так далее, и так далее. Еретики, они уже потому, что они спорят с Богом, создавая свою собственную вселенную. Они создают свое пространство и время. Чего делать не надо. Бог уже его создал. Да? Если вы создаете свое пространство и время на бумаге, на пленке и так далее, вы уже совершаете акт еретический. Не надо этого делать. Бог уже создал. И вы сами. Часть этой драмы. Нечего еще там рожденной трагедии из духа музыки выдувать из этого. И дальше поехали. Потом, конечно же, такая нашумевшая его картина, как «Антихрист». Очень тяжелая для просмотра, но и, как бы это сказать, шокирующая картина «Антихрист». Вы помните там первый кадр, когда он и она занимаются любовью, и в это время падает из окна ее младенец. И она в состоянии оргазма с таким странным дьявольским благословлением смотрит, как младенец выпадает из окна и разбивается. Напомню, о чем идет речь. И все снято очень натуралистично, шокирующе, возмутительно, прямо скажем. Таких кадров возмутительно в кино не так уж много вы наберете. Но вот Ларс фон Трир идет на это возмущение. Он художник-экспериментатор. Он хочет экспериментировать. И все время имеет в виду одну установку. Вот поймать бога в кадр. Но у него, у Ларса фон Трир какой-то свой особый бог. Это вот не бог конкретной конфессии. Свой особый бог у Ларса фон Трир. И мы помним, что дама эта с сорванной психикой пишет диссертацию по истории ведьм. Уезжает в деревеньку с мужичком своим. И, в общем-то, так на глазах у нас сама превращается в ведьму. Ни много, ни мало. Потому что очень увлекается природой. А всякое язычество, всякое ведьмачество, всякое шаманство, все то, что противоречит основным христианским конфессиям, и не только христианским, иудаистским в том число, все связано с природой, с волюнтаризмом природы. Природа на самом деле самый страшный, самый мощный враг бога. И Ларс фон Трир прекрасно это понимает, и он создает такой разгул природы. На самом деле, я бы вот воспринимал его фильм «Антихрист». Многие его упрекали в том, что он женоненавистник. Это лежит на поверхности, и упрекать его в этом ума большого не стоит. В женоненавистничестве там дело. Ларс фон Трир, на мой взгляд, поэкспериментировал там с одним очень интересным моментом. Вот это еще указано в Патристике, ну, например, в Блаженном Августине, в его работе «Исповедь где?», как раз Блаженный Августин говорит о том, что зло возникает в результате того, что природа обретает свою автономию от воли Бога. И вот зло возникает тогда, когда природа выходит из-под Божьего контроля. Вот Бог за семь дней, мы с вами всю эту историю знаем, да, создал Вселенную, а день, какой был день тогда, ах, да, среда. Так вот, создал, так сказать, Вселенную за семь дней недели и так далее. И вот природа, по мнению Блаженного Августина, на какой-то момент обретает свою абсолютную свободу и автономию, начинает жить своей собственной жизнью и дается вот этот вот самый зазор для возникновения зла. И зло, если уж из того исходить, предопределено Богом. Такая точка зрения есть. Я просто... Не думайте, что я, так сказать, там, совращаю неопытные души всякого рода там глупостями. Вот. Это, так сказать, такая точка зрения есть. О зле и о природе зла написано очень много. Это проблема одна из важнейших антологических проблем. Природа зла, откуда вошло зло в мир и так далее. Что из зло и прочее, прочее. Вы не представляете, даже сколько по этому поводу уже копий сломано, и сколько написано, и сколько еще будет написано. И так далее. Но мы продолжаем, возвращаемся. И вот Ларс фон Триж, следуя за этой традицией патристики, конкретно Блаженного Августина, конкретного его труда, исповедь, вы сами можете взять этот труд, прочитать и найдете эти высказывания. Ну, в общем-то, вы же позавчера всю школу закончили, народ и все взрослые, да? А стало быть, вы знаете стихи Пушкина, да? Тут я читал один интересный роман Нормана Мейлера, называется он «Призрак проститутки». Не про публичные дома, а про ЦРУ написанное роман. И там есть великая связь с Пушкой, великая фраза. И она что-то истерично завизжала, пишет Норман Мейлера, как русская старушка при имени Пушкина. Что-то мы сейчас истерично завизжим, как русская старушка при имени Пушкина. И, конечно, Пушкин – это наше все. Кто дверь будет закрывать? Пушкин, что ли, да? Как у Абрама Гарцина написано. Все, что мы не сделаем, во всем Пушкине надо. Так вот. Так вот, у этого самого, как говорил мой старший сын Сан-Санча Пукина, есть стишок такой, да? Анчар называется. И помните, какие там слова-то есть? Я не к тому, что Пушкин – это все. И он все знал, все ведал. И вообще нет ничего, кроме Пушкина. Упаси Бог. Ну вот, у него есть, чтобы было ясно, для тех, кто позавчера закончил школу. Помните там первые строки? «Природа жаждущих степей его в день гнева породила». Там и корни ядом напоила. Яд каплет сквозь его кору, полудню растопясь от зною, и застывает к вечеру густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не идет. Лишь вихрь черный на древо смерти набежит, и мчится прочь уже, тлетворный. Вот вам образ вселенского зла. Анчар. В пустыне чахлый и скупой. Знаете, здравствуй, такая атомная зима. Образы космические, космический образ. Забудьте свою школьную практику. Пушкин – великий поэт, несмотря на то, что его все старушки произнесли с истерикой. Ну вот. Это великий поэт. Вот вам образ. В пустыне чахлый и скупой, потому что там властвует только зло, уничтожающее все и вся. На почве зноем раскаленный. Свет такой образ. Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Это просто космический пейзаж зла. Фантастический космический пейзаж зла. И заметим его природу. И Пушкин четко и ясно это обозначает. Природа жаждущих степей его в день гнева породил. А ведь это же, как вам школьные тетки говорили, абсолютное, как еще говорят, как сахар рафинат, рафинированное представление, то есть чистое, без примесей, благородное зло. А зло может быть благородным? Да. Да еще как. Если бы оно не было благородным, мы бы его давно уже на свалку снесли. Оно благородное. Поэтому оно привлекательное. У зла есть обаяние. Так вот, возвращаемся. И вот этот вот анчар, он обаятелен. Вот это вот древо. А откуда происходят эти стихи Сан Санча, Пукина? А это бемы, якобы бемы. Аврора или восхождение к истине. Да, к истине. Это немецкая мистика, из которой потом выйдет Гегель и кто-то только не выйдет. Это то, что русский поэт знает от Осиповых вульф, с которыми он беседует по соседству в своем Михайловском. Потому что вот туда приезжает Шелло Вечек, который потом возникнет в его романе Евгений Онегин в облике Ленского. Он из Германии туманной привез учености плоды. Вот один из Осиповых вульф будет такой и кудрить черные до плечи. Всегда восторженная речь. Вот он из Германии туманной привезет и расскажет впечатлительному и яркому поэту про мистику якобы бем. И это так вот. Это есть замечательная статья забытого уже, к сожалению, прекрасного литературоведа Владимира Турбина, который в 70-е годы читал лекции по русской литературе на филфаке в МГУ. И там люди, я сам присутствовал на этих люциях, сидели на люстрах. Потому что читал он великолепно. Ну, это была книжная цивилизация. Сейчас уже на лекции по русской литературе никто на люстрах сидеть не будет. Ну, вот как мне сказала одна медсестричка, вы профессор чего? Я говорю, литература. И нахрен это надо? Так вот. Какой фамилия вы вообще? Кого? Профессор. Турбин. Владимир Турбин. Благородные. Дни Турбинных, запомни сразу. Бугаков, Дни Турбинных, Владимир Турбин. Оттуда все. Вот. У него вышел сборничек его статей, однотомничек, можете его поискать в интернете. У него есть, он был потрясающий лектор. Он как был доцентом, так и умер доцентом. Потрясающий лектор. Я редко встречал людей такой мощной филологической культуры. Он рассказывал, например, о том, как Онегин живет в русском сознании, что у него среди богатого скопления книг есть целая пачка от папирос Беломорканал, на которых какой-то зэк создал своего Евгения Онегина, за основу взяв жизнь в концентрационном лагере Сталина. Он сказал, вот это вот пачка, пачки из-под папирос с этим расписанным химическим карандашом, четырехстопным ямбом, онегинской строфой. Это, говорит, вот самое яркое подтверждение того, что Онегин существует в русском сознании и существовал очень долго. Это феномен был. Ну, он много чего рассказал, и у него есть статья, как раз, потрясающая статья, откуда, ну, я не помню, как она точно называется, но смысл ее был такой, откуда явился к нам Анчар. И этот образ Анчара у русского поэта, да, я не люблю произносить, уж, чтобы не напоминать истеричную бабушку, вот, у русского поэта, скажем так, он возник на основе очень мощного генезиса поисков истины, теологов и мистиков Запада. И поэтому фраза природы жаждущих степей, его, то есть Анчар, то есть зло в день гнева породил, это не пустая фраза, это, так сказать, фраза, за которой стоит целая традиция, целая школа. А при чем здесь Ларс фон Триер? А при том, что он, в общем-то, создает свой фильм «Антихрист» именно об этом, когда он вам показывает рафинированное зло, рожденное самой природой. Вспомните там образ лисицы, да, я тут всегда вспоминаю уже набивший оскоренный стихок, стишок Заболоцкого из его поэмы «Ладейников». вонился над травами и там зору представилось ему «Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. Здравствуй, рафинированное зло!» Это достаточно только вот туда углубиться в траву и вы окажетесь в поэтике фильма «Антихрист». Только вот на одном пятачке любого луга, потому что там всегда будет кто-то кому-то жрать, делать это беспрерывно, не останавливаясь. Одно сожрет другое, потом еще что-то прилетит и сожрет это, и понеслось. И в природе это так, и природа она не знает нравственности. еще у того же великого поэта «Не пусть у гробового входа». Это великий поэт. Простите за осторожную истерику. «Молодая будет жизнь играть». Что это за «молодая будет жизнь играть?» Какие пробросы в «Игру космических сил» Фридриха Ницше. «Молодая будет жизнь играть» прям концепция игры. И равнодушная природа, равнодушная ко всему красою вечную сиять. Вот это теологическая традиция. Я назвал вам несколько источников. Имеется в виду Августин, имеется в виду Якоб Беома. Кстати, почему Древо Яда, почему Анчар? Потому что если читать Якоб Беома Аврора или Восхождение Кейсин, то вы увидите, что Якоб Беома создает очень странную, как песни Жанны Агузаровой, такую, так сказать, марсианскую концепцию жизни, нравственной жизни на земле. Он говорит, что на земле существует, в космическом ее земле воплощении, существует два древа. Одно древо добра, это вот, наверное, то древо познания добра и зла из Библии, а другое древо зла. И вот под сенью древа зла собирается все больше и больше людей, пишет Якоб Гавр. И когда явится второе пришествие Христа, то второе пришествие Христа завершится тем, что Спаситель, Мессия срубит под корень это древо зла, чтобы под его сенью зла не собиралось больше никого. Вот такая вот, вот отсюда и берет, как пишет Турбин, свою основу мифа Бончаре. Вот чем чревато и чем беременно в плане смыслов это простое школьное стихотворение с кратким названием Мончар. Это не протест против крепостного права, о котором говорили обычно все школьные учителя. Это не прямой укор Николаю Первому, с которым у Пушкина были очень приличные отношения. Никакого конфликта у него с ним не было. Они очень здорово ладили и понимали друг друга. Это все глупости советские, что якобы Николай с утра вставал и думал как бы Пушкина убить. Такой мафиози. Надоел он мне, как Путин Навальный. Как бы надоел мне этот распил, надоел мне этот демократ, убить бы как-нибудь. Не было такого, не буду сейчас даваться подробностей, поэтому в Анчаре нет никаких намеков на современную ему политическую ситуацию в России. Нет. Это философское стихотворение, это стихотворение, которое говорит о природе зла. И там очень много чего скрытого от нас, тайных смыслов и так далее. Но упомянул я его только для того, чтобы вам проиллюстрировать вот эту автономию природы, которая в автономии своей, в свободе своей от замысла Божьего, а эта свобода возникает естественным образом, сейчас объясню почему. Все любите героя Дон Жуана, но кто не любит Дон Жуана де Марка? Или кто-то не любит? Не думайте, что Дон Жуан это такой солодон, такой обаятельный хохол, у меня такой был знакомец, сейчас в синяка превратился полный алкаш, который только и делал, что соблазняет молодых девок. Это такой хохлядский Дон Жуан с галушками, с пылом и прочим дерьмом. Так вот, это пошлый вариант Дон Жуан. Дон Жуан, как он возникает у Тирса да Малина, как он потом возникает у Мольера, как потом он будет возникать у Байрона, как он возникает у Пушкина под именем Дон Гуан, как он существует в великой пьесе, вернее в великой опере Моцарта, Дон Джованни. Посмотрите, сколько героев Дон Жуан. Это один из величайших мифов мировой литературы. Всего таких персонажей четыре. Дон Жуан, Дон Кихот, Фауст и Гамлет. Ничего рядом нету. Это вот такие персонажи, которые порождают целые пласты литературы, культуры, вплоть до современности. Сегодня был заявлен Фауст Сакурова. Вот вам воплощение жизненности этих персонажей. Так вот, Дон Жуан это из этого разряда. Это космическая фигура. Это не просто развращенный молодой человек украинского происхождения. Это обаятельный или там это «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец». Негритянский вариант Дон Жуана. Вот. Это все бытовуха, это все лабуда. Как его, этот образ создают великие художники слова, музыки и так далее, и так далее. Это не человек. Дон Жуан не является человеком. Это если хотите философская идея. Дон Жуан есть философская идея. Особенно ярко это выражено у Мольера, его величайшей пьесе «Дон Жуан». У Тирса де Малина не так. Потому что Тирса де Малина еще стоит на позициях моралите. Он хочет сказать «Не надо грант! шалить с тем, что ты всех девок тащишь под венец». Как у Мольера заявляет слуга Дон Жуан, «Ваша милость, любите вы всех, кому до этого какой-нибудь, но не тащите вы их под венец. Вы же таким образом Бога оскорбляете. На что Дон Жуан заявляет. Но они хотят, что я не вру, они хотят, чтобы я их под венец вел. Я и веду, я врать не собираюсь. У Дон Жуана Мольера какая-то потрясающая склонность к естественному, то есть к правде, то есть к истине. Потому что суть Дон Жуана это суть самой природы, это философское отражение природы, это традиция философа Гессенди, которого так любил Мольера. Это выражение так называемого принципа постоянного становления. Вот почему я помянул Дон Жуана. Потому что когда мы говорим о природе, то это не просто там белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебро. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это все хренатин. и в философии, и в искусстве, и в литературе. Природа всегда будет предметом метафизики, то есть попытки взглянуть на мир с философской, обобщенной точки зрения, а не просто вот листочки желтые, вот листочки зеленые, вот травка, муравка, и всем хорошо. Обычно всегда здесь тетки вспоминают фета. У фета природа не только там. Я пришел тебе с приветом рассказать, что солнце такой, пионер вошел, что солнце стало. А это, так сказать, тоже метафизика. Возьмите у фета его стихотворение «Никогда», «Ласточки», и вы увидите, какая это метафизика. Природа всегда метафизична. Всегда. Даже у Есенина всегда метафизична. При всем при том, что он, конечно, поэт-обалдуй. Тридцатилетний поэт-обалдуй, страдающий от сифилиса. и пьяниц к тому же. Поэтому все русские алкоголики любят Есенина и видят в нем совоплощение своего «Я». «Я пьян, но как Есенин». Так вот, возвращаемся. Вот это всегда метафизичное. Вот эта метафизичность природы гениально отразил Мольер, почему он великий драматург, величайший драматург, в образе испанского гранта Дон Жуану. Как у Пушкина будет сказано в его «Дон Гуане» или «Каменном госте». Испанский там «Лепарелло» произносит «Испанский грант, как вор ждет ночи и луны боится». А вы знаете, что компьютер подсчитал, что фраза Пушкина в начале «Каменного гостя» «Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида, скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом, прикрыв и брови шляпой», считается самой альтернативной строчками в мировой литературе. То просто вот это как сейчас подсчитывают по битам. Что значит альфа-информативный? А? Что значит альфа-информативный? Альфа-информативный, я сказал. Бит, единица информации, да, в кибернетике. Вот подсчитывают по битам. То есть прям вот «Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида». Такая фраза-загадка. Первая фраза Дон Гуана. И Пушкин это четко почувствовал в образе Мольера. Он же пишет свое произведение во многом в контр-Мольеру и в то же время в признании Мольеру. Потому что у Дон Гуана Пушкина сохранена вот эта особенность закона природы, как пишет Бессенди. Природа, вот когда мы говорим, что природа, что же такое природа, можно определить одной формулой понятия природы с точки зрения метафизики. Это принцип постоянного становления. А дальше уже там цветочки, лепесточки, травки, муравки, зверюшки, людишки и, как у Ларса Фон Триера в меланхолии, плесень. Называемое человечество. это принцип постоянного становления. Вот в природе все меняется каждую минуту, каждую секунду. Суть цивилизации это всегда сохранить, консервировать. В монастыре, в университете, в больнице, в морге, в холодильнике, на кладбище. Это же все консервация памяти. Когда вы видите эти могилы, это цивилизация. Человек, как существо цивилизованное, единственное живое существо, которое хоронит своих мертвых. Собачка мертвых не хоронит. Потому что она часть природы. Начертает бегать к другой собачке и в зубах приносить цветочки. Это ей не надо. Цивилизация стремится к сохранению, к традиции, к памяти. А природа не знает памяти. природа это постоянное становление, изменение, безудержное изменение, как Дон Жуан. Вот поэтому он все время меняется. Поэтому ему начихать на обеты Богу. Поэтому в этом конфликте Дон Жуана и Бога проявляется тот же самый конфликт природы и Господа, давшего некую схему этому мирозданию. А вот природа не знает схемы, но постоянно меняет все и все. Ну, чтобы было ясно, вспомните в своих памяти картинки заброшены в джунглях городов. Какая цивилизация? Там храмы Камбоджи, еще чего-то. Как они все заросли растительности Божьей? Вот вам четко и ясно иллюстрация того, что называется процесс обстановления и того, что называется цивилизованной консервации. Вот оставьте любой прекрасный дворец без жилья и через какое время на его крыше появятся березы. Очень короткое время. Через какое время его пол прорастет, треснет и пойдет мерзость запустима. Очень быстро. Очень быстро. Вот вам закон привода. Она равнодушна. Вот просто это ветка новостей в современном телевидении, когда вам сообщили, что в Можайске оползен и знаменитый Можайский собор, в котором было еще богослужение в эпоху накануне Бородинского сражения, готов вот-вот съехать с этого холма. Вот природа она равнодушна к святым местам, к соборам, занятиям людей, к их стремлению что-то законсервировать, что-то построить. Вот съедет и съедет. И так далее. Да? Это естественный природный процесс. И никак иначе. Итак, вот вам в фильме Антихрист Ларс Вон Триер показывает как раз вот этот дуализм природы и Бога, делая свою героиню человеком или женщиной природы. Она занимается историей ведьм, а ведьмы как раз потому и были сожжены на костре количеством 9 миллионов. Именно столько ведьм отправили на костер во время знаменитой охоты на ведьм. это статистика 9 миллионов. Что с точки зрения ортодоксального христианства именно женщина является проводником зла в этот мир. Она ведьма, она ближе к природе. Она послушала змею, она поддалась первой соблазну, она уговорила Адама сорвать плод с древа познания добра и зла. Очень долго в течение почти всего Средневековья эта концепция будет доминирующей. Именно в тот период, когда и создаются все эти культы ведьм, о которых и собирается написать свою диссертацию героине фильма Антихвест. Вот на этом как бы ин и янь мужском и женском начале божественном и природном строится вся драма этой странной картины под названием Антихрист, которая вызвала у зрителей неоднозначную реакцию. Совершенно неоднозначную. Ну Ларсу фон Триру как я понимаю начхать на все. Он вообще такой парень отвязный, не знает где он берет деньги на свои фильмы, но видно и на это ему тоже начхать. Поэтому он запросто в Каннах будет говорить о том, что он бы снял фильм и про Гитлера. И какие-то даже любезности произнес в адрес Шикель-Грубера в народе больше известный как Гитлер. Помните такую фразу, из-за которой жюри Кан отлучили его от церкви кинематографической и по этой причине его великая картина, я считаю, великая картина Меланхолия как-то так сошла на нет. Сошла на нет. Что это за фраза? Если вы думаете, что Ларс фон Триер антисемит, вы попадаете пальцем в него. Никакой он не антисемит. Если вы думаете, что это он с Будуна сболтнул, что Гитлер может быть симпатичным, нет, не с Будуна сболтнул, ему просто начхать на мнение всех. Как истинный художник он идет своей дороги. И если он снимет фильм про Гитлера, я вас уверяю, это будет еще круче, чем Антихрист. А соображение на этот счет у него сведется к одному. Не из-за того, что он антисемит, а из-за того, что он, чтобы создавать образ зла и человека зла, полюбит этот персонаж. В противном случае ты его не создашь. Вот и все. И он его полюбит. И он создаст, наверное, жуткую фантасмагорию про Гитлера. Жуткую, очень провокационную, потому что ему наплевать на мнение всех и всех. Наплевать ему на мнение мировой общественности, толерантности европейской и так далее. Он абсолютно свободный художник. Абсолютно свободный. Иногда это вредит. Ну, такой он есть. Какой он есть. Но это художник, очень глубокий художник, живущий своим миром и своими абсолютно не ангажированными политическими какими угодно взглядами. Если он создаст такой фильм про Гитлера, я думаю, я пойду смотреть его с содроганием. И может быть даже с отвращением. Но пойду и посмотрю. Потому что мне будет интересно просто до каких таких мерзостей, глубин мерзостей решил он идти как художник. Вот где будет предел этих мерзостей. Ну, а теперь фильм «Меланхолия». «Меланхолия». мы сейчас даже перед тем, как я пришел к вам, спорили об этой картине и очень умный человек такой, она воспринимает искусство, как описал об этом замечательный поэт Константин Симонов в стихотворении «Ты помнишь Алеша дороги Смоленщина». Вот она воспринимает искусство по принципу этого стихотворения. «И горе поняв своим бабьим чутьем», вот она все понимает своим бабьим чутьем. И классно у нее это получается. Вот она сказала «Фильм холодный, не мой». И права. Фильм холодный. Выговорит все от рационального вы исходите, а я там душой ни за что зацепиться не могу в этой вашей меланхолии. Ничего там душевного нету типа. Фильм холодный. Ну правильно. Горе поняв своим бабьим чутьем. Это классно. Так вот теперь об этой там все действительно выстроили. Это фильм очень рациональный. Как почти все у Ларса фон три. Ведь я бы каждую его картину воспринимал как очередной теологический трактат. Который так сказать прикрыт какими-то художественными образами. И не более того. Но делает он это филигранно. Именно наверное по этой причине его любимый режиссер Тарковский. У которого тоже самое вы видите. Ведь фильмы Тарковского кроме может быть Иванова детства, кроме может быть Страстей по Матвею и некоторых сцен Страстей по Матвею. Ну что скажите мне его сталкер это что и горе поняв своим бабьим чутьем да ни хрена там бабьим чутьем не поймешь. Это просто какое-то как бы это сказать рациональное построение теологический трактат чего угодно. Или зеркало это душевная картина. Душевная. Как у Мандельштаму в его великом стихотворении кинематограф три скамейки сентиментальная горячка. Ни хрена там никакой сентиментальной горячки нет. Аристократка и богачка в руках соперницы злодейки. Вот. Нету там ничего такого. Все так сказать рационально такой объективный коррелят а-ля постмодернистская поэзия Эллиота. Когда вы начинаете сочувствовать только после того как поняли глубину мысли автора. И вы сочувствуете уже не чувством персонажа а сочувствуете мысли автора. Вот приблизительно то же самое вы увидите у Ларса Фонтрии. Мысль там потрясающая великолепная мысль жуткая мысль провокационная мысль она очень на мой взгляд в фильме ясна и проста. Вот очень такая хлесткая наотмашь и так далее. Заметьте сколько вот недавно мы пережили с вами апокалипсис да вот сколько предвестий апокалипсис мир живет в ожидании апокалипсиса и Ларс Фонтриер это четко чувствует и дает свой вариант апокалипсиса ну действительно вот я вас уверяю к декабрю опять появится какой-нибудь апокалипсис не мая ну там какие-нибудь выцли-пуцли что-нибудь скажут вам что вот обязательно будет опять благополучно переживем но вообще человечество уже переживало и не раз апокалипсис просто мы забыли но уже не раз мы в этом апокалипсисе барахтались и как видите ничего еще что-то вот в нас кого-то привлекает и он не захлопывает крышку сразу давай нам попрыгать еще так вот и вот это настроение апокалипсиса а мы действительно живем в апокалиптическом мире мы живем во власти постмодернистской парадигмы постмодернистской парадигмы это вам почти алогичное потому что в постмодернизме нет никакой логики потому что постмодернизм это кризис рациональности европейской утверждение апокалипсиса ну а как еще когда одна из истин на которой строилась вся цивилизация и западноевропейская в том числе это иудо-христианское представление о Боге Библии у постмодернизма превращается в рекламу товаров проктол энд гэмбл или пива это все по постмодернизму я никогда не забуду рекламу какого-то пива где значит показывают такую вот очень интересно она снята была показывают такие качели на веревочках сидит такой волосатый парень вы понимаете через доли секунды откуда у него волосы и почему он так волосат да а рядом сидит такое божественное белое создание с белыми крылышками и там говорится нас много разного тут появляется бутылочка пива две руки одна белая другая волосатая хватаются за это пиво и в конце гениальный слоган и все-таки мы вместе если бы это увидел блаженный Августин он бы пошел и удавился махнув рукой и сказал а все равно махнув раз все объединяет пиво и таких реклам или вот вам реклама строительных материалов старик Хатапыч слева чертенок ему говорит какой молоток купить справа ангел говорит какой молоток купить и он выбирает какой-то молоток правильный это по постмодернизму называется деконструктивизм это конкретный термин дефиниция я не буду вам морочить голову всей трескотней терминологической это очень любят делать мои коллеги чтобы скрыть собственную глупость потому что когда человек глупый но начитанный потому что начитанность еще не делает умным то он начинает трещать ну включили игру в бисер и увидели трескотню такую термин потому что сказать нечего и начинаем трещать так вот если убрать этот термин деконструктивизм это в общем-то на бытовом уровне на уровне рекламы здравствуй апокалипсис здравствуй милый как я рад что ты живой дымной жизни труб канатов и крюков как сказал великий поэт так сказать тоже апокалипсис так вот это апокалипсис на уровне вашего бытовой рекламы бытовых товаров пива и прочее и прочее когда две несоединимые вещи соединяются бутылочкой пива молоточком еще чем-то шампунем чем угодно и всегда это будет очень важный аргумент в рекламе потому что эти вещи бог и дьявол сидят в вашем подсознании реклама работает на уровне вашего подсознания чтобы вас замотивировать на покупку той или иной дряни например пиво да вот замотивировать то есть нажать кнопку на вашем бессознательном и если рекламщику нужно использовать такие несопоставимые понятия как бог и дьявол он это использует даже не будет задумываться никакой цензуры не будет для него главное проникнуть в мотив ваше бессознательное главное нажать на нужную кнопку чтобы сработало и это реклама но это реклама а в политике и в политике то же самое вы найдете здравствуй апокалипсис ну как можно соединить себе молитву Джорджа Буша младшего и бомбежку страны Югославии объясните мне он молится там крестится этот козел и эти стелзы утюжат эти христианские храмы ради мусульман это здравствуй апокалипсис только уже в политике на уровне глобализма и так далее и вы найдете этих примеров огромное количество это то что называется постмодернистской парадигме она пронизывает нас на всех уровнях на всех мелочах и когда мы говорим об апокалипсисе мы говорим о очень как бы это сказать современной вещи апокалипсис мы живем как я уже говорил в эпоху вяло текущего апокалипсисе он есть как вяло текущая шизофрения он с нами апокалипсис он каждое утро с нами каждый божий день с нами каждое сообщение по телевизору с нами по радио он всегда с нами как ленин он всегда с нами и это не только характерно для России родины апокалипсисе я так считаю здесь все апокалиптично здесь достаточно вот сесть в машину выехать на 15 минут в сторону села какого-нибудь и вы оказываетесь в апокалипсис не надо даже далеко ехать никуда доезжаете до какого-нибудь города под названием Мохосранск и видите апокалипсис о, Рже я все время мимо этой территории апокалипсиса еду когда еду на Селигер потрясающий апокалипсис все мужики синяки все ходят как у них вот как будто они появляются на свет мужики сразу стареют им сразу выдают форму это значит гаденькие спортивные штаны рваные кроссовки облеванные какие-то вот херовины и они все так лечатся сидят и смотрят все бабы распомажены как проститутки все так сказать хотят быть молодыми здоровыми и главное любвеобильными как Алла Борисовна Пугачева и вот и все ведут детей своих за руку думая что у них будет другое будущее может быть у женщины будет у мальчиков нет они сядут с синяками и заменят отцов что отцы не допили то мы допьем это апокалипсис город Ржев а я когда еду мимо Ржева всегда вспоминаю Твардовского я погиб под Ржевом вот ради вот этих треников видите и таких мест апокалипсиса огромное количество не буду сейчас вас пугать впечатлений поездки по России колоссальное количество и не только по России да и в Америке есть вот пожалуйста Детройт сейчас одна из проблем мертвый город некогда великий город автомобилестроения апокалипсис а сколько в Америке городов мертвых мертвых городов призраков это все апокалипсис и он везде есть понимаете он не только в России он везде он уже присутствует он уже пришел его территории расширяются как раковый опух там полно этих мест везде везде огромное количество понимаете поэтому когда Ларс фон Триер создает свою картину меланхолия он на самом деле работает на уровне онлайн он создает в этой картине то что уже пришло к нам то что уже есть у нас то с чем мы живем каждый день когда просыпаемся утром засыпаем вечером и опять просыпаемся и так далее я еще раз говорю не буду сейчас сдаваться подробностей но вся идея постмодернистской парадигмы это идея апокалипсиса неизбежности апокалипсиса я задел только одну проблему деконструктивизма идеи бога бог становится рекламой бородатым мужиком напоминающим дед мороз который не столько дает подарки сколько забирает их у детей да ну в принципе это вот этот образ никак иначе так вот а теперь непосредственно что же происходит в этой картине вспомните первые кадры тут можно дать слово комсомолу и посмотреть первые кадры если вы хотите их смотреть хотите их посмотреть иллюстрацию ну ладно давай врубай первые кадры гаситесь надо гасить свет наш поехали это самое начало все поехали ну там наверное титры были какие-то звук включи погром ну не важно звук тут важен саундтрек что звучит за экраном очень важно ну вот уже апокалипсис да посмотрите на тень тень от куста тень от солнечных лучей не может быть две тени намек на апокалипсис ну и на музыку обратите внимание что это за музыка откуда берется и так далее потому что это будет лейтмотив здравствуй тарковский тарковский здравствуй фильм солярис это любит тарковский это знаменитые картины брегеля старшего охотники на снегу видите она сгорает у вас на глазах Маш можно сделать одну вещь музон поняли да что это такое за музон ну не поняли сейчас расскажу назад ее здравствуй кубрик одиссея 2001 он насмотрен безумно интертекстуальность фантастическая это не плагиат верни назад к брегелю и сейчас я тебе скажу вот стоп кадр здесь останови сейчас вот брегель будет брегель и стоп кадр сделай вот это кадр как картина такой картины останови а это уже картина брегель да вот посмотрите на нее уже мы ее видели у тарковского тарковский очень любит особенно в солярисе он ее употребляет он вообще так сказать такой почему-то эта картина его очень заводит вот посмотрите хотя бы вот на эту репродукцию на ее композицию вот мы видим как выходит из леса охотники мы видим лед мы видим скользящих на льду людей мы видим потрясающую перспективу уходящую туда за горизонт видим летящую птицу и видим дичь которую они несут убитую да и вот эта вот картина она так сказать брегель ведь старший да как и младший кстати сказать это золотой век нидеронадской живописи это 14-15 века мы знаем еще иван эйка иван дейка и так сказать и босха и многих других другие имена этой школы да это все были художники метафизики все были художники которые в своих картинах как раз мы говорим поймать бога в кадр а здесь поймать бога на полотно вот бога нет и бог есть вот это вот то о чем я тоже вам говорил природа не как вот цветочки вот еще что-то это не куинджи ой какой лунный свет у куинджи ой вошел и умер от восторга и пополз к буфету да а вот это самое по принципу бени сделайте мне красиво это природа которая берется как повод для рассуждений метафизических рассуждений о боге о конфликте бога природы человека и так далее и так далее это по сути дела теологический трактат по другому представители нидерландской живописи золотого века природа это простите живопись и не воспринимали и не воспринимали это всегда картинки с вот таким теологическим значением я потому и попросил задержать этот стоп-кадр чтобы с одной стороны еще раз увидеть подтверждение что Ларс Фон Триер в восторге от Тарковского это прямая ссылка на Тарковского все кто насмотрен и знает Тарковского сразу это узнают он чуть ли не один из первых эту картину использует и разгадывает ее в Солярисе и так далее и так далее там тоже помните в Солярисе вещь непростая тоже про Бога речь идет про космос про человека и там вот все время и вот посмотрите дальше вот сейчас мы врубим дальше пойдет подожди дальше пойдет то что это картина потому что вам картина апокалипсиса дается будет умирать от огня потом еще раз к ней вернуться к этой картине к концу фильма потому что фильм начинается с конца когда вот все предвидено уже все уже существует все уже расписано по этому сценарию никаких отклонений не будет да то вы сразу перейдете в другой кадр кадр как раз небесных светил потом обратим внимание на музыку ну теперь врубай и вот посмотрите какое развитие лейтмотива музыкального и как это развивается в кадре мы только на этом первом кадре остановимся это все один кадр чтобы было ясно или одна монтажная фраза как хотите может быть это огромное это может быть как что надо и Субтитры создавал DimaTorzok Видите, такая, в общем-то, норочитая, рапидная съемка. Режиссер хочет сакцентировать ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Но картина ожившая. Есть какое-то медленное движение. Заметьте образ невесты. Здесь все очень будет значим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Меланхолия Ланса фон Дриера Выключаем и включаем свет Вот по сути дела вы увидели конспекцию картины в этих кадрах А если переводить на отторное искусство То это то, что называется увертюрой Когда в овертюре вы все прекрасно знаете Звучат и задаются все лейтмотивы Всего музыкального последующего произведения Здесь все лейтмотивы заданы Здесь все строится по принципу оперы И вот эта оперность Она в этой картине является Если хотите таким основным эстетическим приемом Что тут важно Я думаю, что если ошибусь, вы поправьте Это Вагнер И если не ошибаюсь, это Тристана и Зольда Это одна из высочай лучших опера Вагнера Ну а теперь чуть-чуть При чем здесь Вагнер, зачем здесь Вагнер Почему Тристана и Зольда и так далее И помните, если вы смотрели этот фильм То этот лейтмотив будет звучать постоянно в этой картине Кто его нет, музыки там другой нет То он врубается и звучит вот этим полнозвучием Именно только этот лейтмотив Ну мы с вами чуть-чуть должны понимать Что Вагнер в истории музыки Это, ну, некое нарушение того Что было принято называть оперным искусством Потому что Вагнер ломает и изменяет драматургию оперного искусства Искусство оперы до Вагнера Это, в общем-то, музыкальная драма Рассказанная по всем законам Аристотеля Завязка, перипетия, кульминация, развязка и так далее Вагнер это все меняет Он, во-первых, меняет понятие партии Вот выходит человек, поет арию и уходит Такой концерт такой Ну, яркий представитель такой Концертино от оперного Это, так сказать, такой всемирный Как его называют, поющий унитаз в Ростовске Вышел, эл и ушел И все аплодируют Похуже такой унитаз уже второго сорта Это Басков, да, такой блондин натуральный И так далее Но, в принципе, вот эти два шута Один получше, другой похуже Они, как бы, вот воплощение такого Концертино Вышел, проконцертировал, ушел Да? Или, как говорил один замечательный актер Хабанеру, хабанеру давай Вот это вот, хабанеру давай Вагнер меняет эту лабуду Он делает оперное искусство Состоянием жизни Вот в чем суть его революции Он строит в Мюнхене специальный театр Под свои представления финансирует его, как мы знаем Сумасшедший король Людвиг Баварский Который потом из-за этого лишает власти и так далее Потому что он весь бюджет страны и Баварии Грохает на постановке Вагнера Но если бы у него не было такого спонсора Вагнер не стал бы Вагнером И мы знаем, что Вагнер находится в вечной конфронтации с Верди Джузеппо Верди Верди это вот такая театральность Я не говорю о том, что Верди плохой композитор Это просто один во многом традиционный Другой уже ломающий эту традицию Композиторы живут в одно время Их все время сопоставляют Верди это вот арии Которые, так сказать, потом запоминают все и вся Вагнер Пади пропой Пади пропой Какой-нибудь лейтмотивчик Ну воспроизведите сейчас на губах То, что вы услышали Это некий такой музыкальный поток Это лейтмотив, а не ария Это введение вас в состояние транса Это погружение вас вот в эту вот германскую мифологию Где вы уже перестаете быть личностью Как об этом пишут искусствоведы Где вы должны отсюда и Третий Рейх Отсюда и все, что связано с Гитлером Который скажет, что тот, кто не понимает сути Вагнера Тот не понимает сути национал-социализма Потому что здесь как раз погружение Вот в эти вот мифические корни германского мифа Что называется Вагнер мифолог Он еще и философ Он еще и поэт Он еще и создает либретты Пишет для всех своих опер Он еще и великий музыкант Но посмотрите Он не закончил курса композиции Он вообще нигде толком не учился Он никогда даже не мог толком играть на фортепиано Что недопустимо до композитора Недопустимо Он в этом смысле просто, так сказать, бомж композиторский Его никто всерьез не воспринимал Вы не представляете, сколько по поводу опер Вагнера Было написано рекламацией Что это вообще идиот какой-то Что это сумасшествие Что это не опера Что это не то, не сё, не пятое, не десятое И он действительно такой гениальный аматор Если хотите Он одно время вообще хотел быть филологом И писать пьесы А потом вдруг решил, что нет Наверное, я музыка все-таки Наскоро взял уроки в фортепиано Наскоро Что для композитора нельзя Что такое Наскоро Это как все равно, что выучить по брошюре Как водить автомобиль А потом пойти в Формулу-1 Ну я же видел все на картине Не впишусь в поворот, что ли Вот Вот Вагнер приблизительно такая же дерзость Чтобы было понятно Дерзость гения Если бы он не нашел в лице Ледыга Баварского Такого же шизофреника, как он Он бы и не состоялся как композитор Потому что это все все отказывались ставить Он под себя делает театр Понимаете И он создает театр Лейтмотивов Вот вам лейтмотив Тристана и Золь Когда на самом деле Вас погружают В определенное Шаманическое состояние Это уже не музыка Это шаманство Это не то, что вы запомните А потом приятно пропоете Типа У любви, как у Ташки Крылья за ужином Понимаете Хрен два вы это за ужином воспроизведете Но прийти И на целую неделю Послушать Кольцо Небелунгов Потому что именно такие у него построения Серия Этот сериал Опера Вы выйдете через неделю После этого Спектакля Который длится непрерывно Целую неделю Настоящим немцам Или офицерам СС Который запросто Наслушавшись Вот этого всего Апокалиптического Пойдет на Восточный фронт Он так Будет обработан На этом уровне Понятно? Вот в двух словах И Вагнер Это композитор Ницше Его знаменитая книга О рождении трагедии Из духа музыки Основана как раз На изучении Вагнера И не только Вагнер Зачем я это вам говорю Потому что Вот этот лейтмотив Тристана и Изольды Это не Обычный Саундтрек Хотя Вагнера очень часто Используют Знаете, кто больше всего Любит использовать Вагнера? Висконти Очень любит его Малера Вагнера Вот Это его тема Да? Но вообще говоря Маловато Режиссеров Которые вот так Запросто Будут вставлять В свои Кинодействия Вагнеровские Лейтмотивы И особенно Вот как У Ларса Фонтрира Упорно Один Вот других Лейтмотивов Он не возьмет Из Тристана и Изольды Нет Можно было бы еще Траурный марш Из Сумерки Богов Да? Это вот Часто используют Это вот Хит такой Как в песне Макареев Вот Но это узнаваемо Это знают все Это вот Если хотят Что-то сделать такое Только обязательно Траурный марш Обязательно Без этого не обойдешься Вот А здесь Лейтмотив Который Больше Не будет Варьироваться Не будет Такое ощущение Как будто Ларс Фонтрира Хочет Из этого Лейтмотива Выжить Все Потому что Суть Шаманистской музыки Вагнера Она шаманистская Вам только кажется Что вы Прослушали Мелодию И Дальше ее Можно повторять Да? Шоу Маст Гоу Вот Даже Безея Даже Верди Вы возьмете И вот Из нее Знаете Как по Пушкину Уж Коль он у нас Уже прозвучал Больше Ничего Не выжмешь Из рассказа Моего Кроме там У любви Как у Ташки Крыль Что там еще Выжмешь Казарновская Знаете Ничего Как не жми Не выжмешь Ничего Больше Никаких Других Уходов Смыслы Там не Произойдет Никакого Шаманизма Там не Будет Там Будет Такая Престарелая Сексуальность С этим Из зрелища Для Туристов В Севиль Под Дешевое Пиво Не Выжмите Не Получится Как не Жми Что Делает Здесь Триер Он Несколько Раз Будет Врубать Один И тот Же Отрывок Ну что Там Других Отрывков Нет Что Это Вся Опера Что Нет Вот Только Этот Отрывок И Больше Никакой Он Будет Его Повторять С Настойчивостью Маньяк Вот Если Вы Вспомните Весь Фильм Пересмотрите Вы Его Вы Увидите Сколько Раз Он Будет Повторяться С Настойчивостью С Маньякальной Настойчивостью Причем Там Кольцевая Композиция Мы Увидели И Начало И Конец Фильма Сразу И Это Увертюра Это Принцип Оперы Но Какой Вагнеровской Оперы И Он Вот По Мере Того Что Вы Слушаете Вы Будете Чувствовать Что Музыка Разная А Она Одна и Та Потому Что Суть Шаманистской Музыки Вагнера Это То Что Вы Е Там Есть Мотив И Нет Мотива Вы Ее Не Споете На Губах Не Передадите Там Именно Будет Погружение Ваше Бессознательное Шаманизм Состояние Вас Будут Вводить Определенно Котором Вы Должны Находиться Беспрерывно По Замыслу Вагнера Беспрерывно С Вас Будут Стирать Все Европейское Все Наносное Все Образованное Образование Все Ваше Современное Вот Будут Просто Стирать Этими Звуками Убирать Эти Наслоения Возвращая Вас По Юнгу Вот Это Вот Какой Это Поток Беспрерывного Коллективного Бессознательного Когда Вы Еще Даже Человеком Не Были А Были Какой Нибудь Травинкой Потому Что Еще Даже Динозавры Не Появились Какая Нибудь Там Тварь Скользкая В Разросшихся Хвощах Еще Не Появилась Вот Вас В Такое Состояние Шаманическое Будет Взводить И Это Режиссер Очень Четко Понимает Поэтому Он Несколько Раз Прокрутит Один И тот же Мотив Который Все Время Будет Казаться Новым А он Один И тот Можете 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 Проверить Посмотреть Теперь Смотрите Тристана Изольда Кто Не Знает Тристана Изольда Это Тетька И Дядька Дядька Полюбил Течку А Тетька Его В ответ Так Вот Случилось В Далеком Средневековье Потому Что Они Выпили Какой-то Любовный Напиток Потому Что Без Любовного Напитка Такого Не Произойдет А Пились И Влюбились Тетька В Дядьку Дядька В Тетьку Я Не Буду Сейчас Даваться В Миф О Тристане Изольде Это Один Из Древнейших Миф Но Смотрите Что Мы С вами Сегодня Делаем Мы Занимаемся Ерундой Мы Не о Фильме Говорим О Каком-то Дон Жуане О Какой-то Природе О Каком-то Конфликте Природы И Бога Сейчас Вот Про Тристана Изольда Какой Тут Нет Никого Тристана Изольда Есть Это Вагнер Теперь Кто Кино Смотрел И Здесь Вы Видели Все Кино Больше Его Смотреть И Здесь Вам Весь Конспект Дали Дальше Просто Углублять Как В музыке Вагнера Как В этом Лейтмотив Вот Вы Будете Каждый Раз Лейтмотив Слушать И Каждый Раз Будете Слушать Его По-новому Ни С Каким Другим Музыкальным Произведением Такого Не Пройдет Если Только Не Брать Полифонию Бах Хорошо Тамперированный Клавир Или Страсти По Матфею Где Приблизительно Вы Накнетесь На Нечто Подобное Да Вот И Вот Сколько Не Слушай Хорошо Тамперированный Клавир Вы Все Время Будете Там Новую Музыку Слушать Или Партиты Для Скрипки Соло Вы Будете Все Время Новую Музыку Слушать Или Тоже Самый Страсти По Матфею Все Время Новую Музыку Слушать Будет В Эту Уникальность Этих Музыкальных Произведений И Бах То есть Простите Вагнер Вы Все Время Будете Новый Лейтмотив Один И тот Лейтмотив Поставили Все Время Что То Новое Все Время Чего То Чего Вы Раньше Не Услышали Вспоминайте Кадры Подвенечное Платье Невеста Да Все Здесь Есть Это Женщина Вне Подвенечного Платья Апокалипсис Обозначен Не только Двумя Тенями А это Уже Апокалипсис Потому что Что-то Происходит Со Светилом На Небесах Бросает Две Тени Два Светила Сходятся В Один День Скажем Да Сочетания Несочетаем Не только Брегги Которые Апокалиптичны В этом Тут Можно Потом Говорить Об этом Сколько Угод Вот Но И Птицы Падающие С небес Это Апокалипсис Но И Увязание Ног В земле Когда Земля Теряет Почву Твердую Почву И Вдруг Невеста Бежит Хотя Это Та же Самая Женщина Которая Вы Если Фильм Смотрели Вы Видите Что Здесь Как В Лейтмотиве Оперы Даны Все Сюжетные Ходы Мальчик Который Стругает Палочку Вы Еще Не Знаете Что Он Делает В конце Фильма Вы Поймете Зачем Он Стругает Эту Палку Понятно Да Поймете Почему Там Медленно Падает Лошадь Вам Все Расскажут Это Это И Есть Вот Вы Слушаете Увертюру Вам Сразу Все Мотивы Даются А Потом Эти Все Мотивы Проявляются В Опере И Тогда Вы Складываете Все Эти Лейтмотивы И У 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 Такой Музыкальный Конспект Того Что Вы Услышите Там В Течении Нескольких Часов Оперного Представления Ясно Вот Здесь То же Самое Такой Но Задана Еще Вагнеровская Опера И Вдруг Вот На Этом Фоне Вам Показывают Два Светила И Медленно Показывают Как Одно Светило Врезается В Другое Светило И Если Вы Обращали Внимание То Крещендо Звучит Этот Лейтмотив Тристана Изоль Вот Он Нарастает Здесь И Доходит До Полнозвучия Своего Вот Это Мы Разобрали Только Этот Первый Кадр Дальше Что Пойдет Давайте Вспоминать Дальше Пойдет Бытовуха Та Бытовуха Которую Каждый Поймет Каждый Понятно Свадебный Лимузин Такая Знаете Кукла Барби Вот Он Она Лимузин Не может Развернуться Едет Куда-то В горы Да И Прочие Прочие Лабуда Устраивается Свадьба Становится Понятно Почему Тогда Невеста Там Бегает Да И Так Далее Но Заметьте Невеста Бегающая В первых Кадрах Невеста Сидящая В лимузине И Две Планеты Которые Соединяются Между Собой По Смыслу И по Ассоциативному Монтажу Между Собой Связан Они Представляют Из себя Единую Монтажную Фразу Под Музыку Вагнера Триста Изоль Изоль Полюбил Тетька Дядьку А Дядька Тетьку То есть Тоже Невеста И Жених Только Уже В мифологическом Плане В отвлеченном Музыкальном Вагнеровском Все Связано Поэтому Ларс Фон Трир Очень Рациональный Режиссер Очень Рациональный И Чтобы Вдохновиться Его Рациональными Построениями Их Надо Чуть Разобрать А Почему Брегель Старший Охотники На Снегу Является Воплощением Апокалипсиса И Что Там За Метафизика Такая Ну Ведь Обычный Пейзаж Поэтому Я попросил Задержать Эту Картину Это Кино Как Выстраивает Своё кино Ларс Фон Трир По Музыкальному Принципу По Принципу Вагнеровских Лейтмотивов Вот это Лейтмотив Вот это Ещё Один Лейтмотив Вот Я Вожу Вас В шаманическое Состояние Образов Как Это Делает Вагнер С музыкой Вы Не Знаете Почему Это Вы Не Разбираете Может быть Вы Не Углубляетесь В Это Но Эти Кадры И Картинки Мелькает Перед Вашим Сознанием И Воздействует На Вас А я Создаю Фильм О том В чём Мы Все Живём В апокалипсисе Вот Мы Живём В Период Вяло Текущего Апокалипсиса Я Создаю Фильм Об Вяло Текущем Апокалипсисе В апокалипсисе Мы Все Живём И Ждём Этого Конца Света И Вот Даются Эти Лейтмотивы Так Вот Брекель Почему Охотники На Снегу Это Метафизическая Картина Сразу Что Бросается В глаза Мы Чуть Увидели Её Репродукцию Сразу Что Бросается В глаза Это Вот Этот Самый Девственный Белый Снег На Который Выходят Охотники То Есть Существа Пролившие Кровь Они Несут Дичь На Плече Бегут У них Между Ног Собаки Которые Участвовали В Травле Они Охотники Они Несут Смерть Они И Есть Сама Смерть А кто Ж Ещё Что Охотник Идёт На Охоту Чтобы Полюбить Зверя Поцеловаться С зайчиком Нет Есть Фото Охота Но Это Совсем Другое Это Убить Прекратить Чью-то Жизнь Поставить Точку Куда Грасс Смотрите А дальше Смотрите Какая Перспектива В этой Картины Лёд Катаются Беспечно Люди А если Вы чуть-чуть Знакомы С Символами Они Все Символичные Картины Золотого Века Нидерландской Живописи То Лёд И скользящий По льду Человек Воплощает Ложную Цель Поверхностную Ложь Лицемерие И Вот Этот Мир Незамечающий Опасности Он Скользит Знаете Как у Державина Скользим Мы Бездны На краю Вот Он Скользит И Не Понимает Предполагаем Жить И Глядь Как раз Умрём Из этой Серии Мы Скользим И Не Очень Задумаемся О нашем Скольжении Поэтому Вы У Босха Найдёте Тоже Каток В аду Когда Горит Алкий Пламень Вдруг Возникает Лёд И Там Кто-то Скользит На Коньках Это Как раз Воплощение Вот Этого Недальновидности Человеческого Взгляда Человеческого Я Слишком Он Такой Вот Недальновидный Человек Слишком Он Не Задумывается Не Ставит Перед Собой Вопросы Хотя Вот Там Где-то С горы Спускаются Охотники И Идут По Белому Снегу И Несут Дичь И Несут Смерть А Дальше Горизонт Который Уходит В Небеса И Вот Вам В этом Четком Композиционном Конфликте Охотников Через Каток И Небеса Создается Этот Напряженнейший Конфликт Бытия И Небытия Жизни И Смерти Жертвы Прекращения Жизни И Недальновидности Человека Не Умеющего Заметить Что Его Ждет Как Строится Картина Ларса Фон Трира Они Суетятся Они Приехали Пожрать Попить У них Какая Это Свадьба Они Пригласили Гостей Приграсили Родителей Они Должны Сейчас Произнести Какие-то Тосты У них Происходит Какое-то Назначение На Богатые Должности Помните Картина Они Живут Как Скользят По Катку Они Живут И Не Замечают Что Это Все Как Бы Очень Смешно Нелепо Недальновидно Потому Что Всем Им Жизни В общем До Следующих Суток Вот Вяло Текущий Апокалипсис Они При этом Что-то Произносят Что Делает Какие-то Речи Что Делает Ларс Вон Три Он Создает Вам После Вот Этого Лейтмотива Апокалиптического Абсолютное Растворение В быту Вот Вся Сцена Свадьбы Это Бытовуха Такая Бытовуха Которая Может Произойти С Каждым Из Нас По Любому Поводу Правда Чувствуется Какая-то Червоточина Во Всем Эта Червоточина Чувствуется Уже В том Что Невеста Немножко Чокнутая Что Это Все Постановка Что Это Все Зачем-то Разыграли И Жених Ненастоящий И Невеста Чокнутая И Денег На Это Зачем-то Денег На Это Потрачено Это Спектакль Это Игра Это Ненастоящий Понятно Да И Там Еще Есть Некие Мотивы Вот Как В Лейтмотиве У Вагнера Помните Бросьте Камешек Говорит Метродотель Бросьте Камешек И потом Выиграет Тот Кто Четко Определит Сколько Камней Собралось В бутылку Помните Как Героиня Этого Фильма Которая Оказывается Мудрее Всех Хотя Невеста 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 Выходит Из этого Положения Когда Она Хочет Предупредить Свою Сестру Что Она Все Знает И Знала Заранее Она Сразу Называет Число Камней Это Библейская Цитата Как бы Это Не Казалось Смешным Это Вопрос Бога К Иову Когда Он Говорит О том Это Ты Посчитал Все Звезды На Свете Скажи Если Знаешь Она Четко Определяет Число И Она Говорит Я Все Знаю Никто Не Выживет Не Надо Никакого Вина Что За Бред Не Надо Никакого Там Бетховена Что За Бред Говорит Она Сестре Не Надо Думать О Том Что Планета Меланхолия Пройдет Мимо Я Все Знаю И Все Это И 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 Тема Бракосочетания Это То Самое Бракосочетание Которое Описано У Того Ж Ницше Который Представляет Мир Как Игра Космических Сил И Вот Фильм Свидетельствует Вам Эту Игру Космических Сил Где Если Если Вот Переводить Эту Метафору Понятие Вот Этой Вот Вагнеровской Любви На Основе Вот Такого Лейтмотива Почти Шаманского Лейтмотива Вот Как Недико Вам Это Покажется Это Любовь Одного Светила К Другому Это Движение Планеты Меланхолии Навстречу Планеты Земля Где На Планете Земля К сожалению В это Время Образовалась Плесень Под названием Жизнь Которую Эти Два Светила Не Очень То Хотят Учитывать Отсюда Эти Последние Кадры Взрыва Когда Этот Шар Накатывается На Этот Построенный Ими Шалаш Не Очень То Хотят Учитывать И Все Это Под Музыку Багнера Как Игры Космических Сил Как Бракосочетания Как Тристана Изольда Отсюда Тема Невесты Отсюда Тема Бытовой Свадьбы Которая Превращается В свадьбу Метафизическую Отсюда Апокалипсис Который Дан Как Катарсис Как Катарсис Не Как Трагедия Не Как Нечто Мрачное Как Катарсис Вот Открытие Неких Иных Горизонтов Как Энергию Перемещаться По Космосу Для него Для этого Сверхчеловека Игра И вся Вселенная Станет Игрушкой И прочее Прочее Вы скажете Слишком Далеко Слишком Высоко Ну Это То Что И объединит И Ницше И Вагнера И Ларса Фон Триера Вообще Вот Все беды От этого Материального Все беды От того Что мы Держимся За жизнь Скажет вам Этот режиссер Потому что Жизнь На планете Это Плесень Заплесневела Планета Обновляется Она В этой Так сказать Стремлении К другой Планете Под музыку Вагнера Под музыку Бракосочетания Как лейтмотива Как воплощение Игры Этих самых Скрытых Таинственных Непонятных Нам Необъяснимых Для нас Космических Сил Напомню Все решено На бытовом Конфликте Это Серьезное Свидетельство Художественного Мастерства Автора Все решено На бытовом Конфликте Вам Просто Этот бытовой Конфликт Дан в Обрамлении Тристана Изольды И В том Что называется Увертюрой Вот такая Увертюра А дальше Бытуха Увертюра Которая потом Воплощается В последних Кадрах Как Реальность А не Просто Какие-то Бредовые Художественные Фантазии Создателя Картины Жизнь Как Плесень Ну вот Все Что я Хотел Сказать Об этой Картине Если Мы хотели Две Но Я думаю Что Две Будет Много И Не Нужно Потому что Фауст Сокуров Это Тоже В общем-то Фильм Который Появился Приблизительно В одно И то же Время Тоже Взорвавший Сознание Людей И Слава Богу Что это Наш Фильм Да Арабов Очень Интересный Сценарист Я С ним Как-то Даже Имел Удовольствие Беседовать В прямом Эфире Действительно Это Интересный Человек И Союз Сценариста И Режиссера Дал Вот Такой Вот Непростой Результат Это Не Гёте Ни В коем Случа Это Настолько Переписанные Гёте Что Там От Гёте Практически Ничего Не Осталось Имеется Ввиду Фауст Но Об Этому Я думаю Надо Уже Говорить Отдельно А Не В связи С Меланхолией Слишком Сама Меланхолия Перегружена Смыслами Чтобы Тут Фауста Пытаться Вплести Если Есть Вопросы Готов Ответить Нет Вопросов Есть Вопрос Но Вот Эта Космическая Любовь Палагра Как Толкновение Двух Планет Она Предполагает Только Разрушение И Есть Еще Рождение Метафизического Реонка Рождение Это Только Разрушение И Там Есть Созидание Не Знаю Если По Ницше Человек Должен Умереть Как Материальное Состояние Вот Вся Проблема Ницше Он Еще Восточные Практики Учитывал Буддизм И так Далее Вся Проблема Человека В его Желаниях В его Амбициях В его Материальном В его Греховности Которая Исходит От Материи Вот Отказавшись От Материального Он Становится Чистой Энергией Космической Так Космогонизм Ницше Это Здорово Воплощено Почему Я вам Сказал Что Вот Эти кадры Это Интертексуальность Из Одиссея 2001 года Потому что У Кубрика Эта идея Воплощена В Одиссее 2001 года На мой взгляд Еще Ярче И интереснее Чем Ларса Фон Триера Ну Во-первых Он Первый Во-вторых Он По масштабу Мне кажется Конечно Триеру Легче Создавать После Картины 68 Года 68 Года Создавать Свои Космическо Божественные Эскапады После Кубрика Легче Потому что Кубрик Взорвал Киноязык Взорвал Киноязык Он Создал Уникальную Технику Съемки Он там Еще Технический Прогресс Сделал Потому что То что он Делает По съемке Я всегда Объясняю Детям Что Ребятки Воспитанные На компьютере Это Создается В 68 Году Когда Компьютер Который Слабее Чем Даже 286 А они Уже Не помнят Что такое 286 Занимал Весь этот Этаж Назывался Минск 32 И поэтому На таком Компьютере Не снять Ничего Невозможно Было Вместо Экрана Изображения Пикселей Какие-то Светящиеся Циферки Я на нем Работал И вот Эти вот Перфокарты Перфоленты Когда Вы Загоняете Одну Перфокарту И она Выполняет Только Одну Операцию А равно Б И чтобы Рассчитать Просто Зарплату В институте У вас Уходит Целый Месяц Чтобы Всем Это Называлось Автоматизирование Систем Управления Вот Компьютеры Эпохи Кубрика Поэтому Все Что он Там Делает Создавая Абсолютную Эстетику Компьютеризации Это он Все делает На живую Нитку Это он Все делает Придумывая Создавая Эту Эстетику Забегая Вперед Своего Времени Вот А нужна Ему Вся Эта Техника Вся Эта Съемка Покадровая Все Это Использование Этих Самых Объективов Наса И так далее Только для того Чтобы создать У вас Иллюзию Свободного Парения В космосе В космосе Чтобы передать Как из обезьяны В начале Фильма Человек Превращается В чистую энергию В младенца Помните Последний кадр Фильма Эмбриона Для которого Вся земля Игрушка Под музыку Так говорил Заратустра Рихарда Штрауса Да Ученика Вагнера И так далее Вот такая вот Штука Конечно После этого Создавать Такие эскапады Которые делает Ларс фон Триер Уже легко Но там В этой картине Если вы помните Ее самый главный момент Ради который Все и смотрели Эту картину Обратная сторона Бесконечности Третья часть Я имею ввиду Одиссея 2001 года Там как раз Вам и показывают Как рождается Эта чистая Космическая энергия В виде Умирающего старика Тело Которое уничтожается В виде Светящегося Шара Который Вырастает В космическом Эмбрионе Ну Если дальше Говорить То Кубрик Эту идею Взял у Фрица Ланга Метрополис Фрицу Лангу Было еще сложнее Он снимал Выдуманный Метрополис Который потом Перейдет В космическую станцию Одиссеи И Огромное количество Статистов Двигали машинки Указками Вообще Примитив С примитивом Но не примитив По замыслу Не примитив По дерзости Вот так складывается История кино Язык Ларса Фон Трира Он идет От Фрица Ланга Через Кубрика Он уже знает Как это делать В серединке Еще Солярис Тарковского Он Знает Как это делать Он уже у них Научился Он понимает И создает Вот эту свою Космическую Фантасмагорию Где утверждает Что Вы посмотрите Картина-то Революционная Ну по-настоящему Революционная Потому что Он взрывает На самом деле Это очень близко К апокалипсису К антихристу Он на самом деле Взрывает Почву Основу Христианства Христианство Уже Исходит Из человека А Ларс Вантрис Говорит Вам А человек И вся жизнь Это плесень На планете Образовавшаяся Как грибок В квартире Который Приходит И срывает И срывает Эти обои И чистит Вновь А там В этих Грибках Какая-то жизнь Какие-то невесты Какие-то банки Какие-то политики Какие-то Друга Чавеса А это всего лишь Грибок Сорвать И прекратить Чтобы вся эта Плесень Больше Не распространялась Ну вот так Вот он считает Он как бы Вот Немеет Перед тем Что же движет Вселенную Для христианства Нет Бога Человек Вот что важно Для христианства Когда божественные Человеческие Соединены воедино Бога Человек А здесь Какая-то Плесень В виде жизни Всего лишь Плесень Поэтому Кстати сказать И Вагнер С его язычеством С его Зигфридами С его Культом Природы Лейтмотивами Отсутствием Строгой Композиции С отсутствием Вот этой Подражания Действительности У него же там Нет никакой Действительности Что там Летучий голландец Какая там Действительность Или может быть В кольце Небелунгов Какая-то Действительность Есть Нет В травиате Есть Там Тетка Проститутка Все Очень реальные Действительные Вот это вот Такая вот Стихия Ну Еще есть Вопрос Ставят эти Палочки И она Убереждает Мальчика Что Все будут Уничтожены А он Точно нет Потому что Они попадают В этот шалаш А потом Вспомните Надвигается Это огромный Шар И вам В глаза Прям Как В аватаре Бьет Огонь И где Эти Палочки Такой Создание Это такие Три поросенка Нав-наф Нув-нув И не И не Вновь И волк Такой И Нет Тебе Поросячьи Ограды Такой Храм Создали Из палочки И сидят И Что мальчика Мальчика Как-то Градить А это На мой взгляд Это то Что Тянется И Понимаете Картина строится На реальных Мотивах И на Метафизических Это то Что Продиктовано Ну я не знаю Закрыть Ребенку Глаза Перед Неизбежным Я Вспоминаю Этот гениальный Пассаж Из романа Джорджа Орвелла 1684 Гениальный Пассаж Закрыть Ребенку Глаза Перед Неизбежным Когда Главный Герой Когда он Выпил Джин Победа Да И показалось Что Кто-то С силой Ударил По затылку Резиновой Палкой Но через Секунду Жизнь Стала Веселее Джин Победа Так вот И он Мучается Воспоминаниями Теми Которые он Видел Через Телевизор Там Одно Из Воспоминаний Если Почитать Этот роман Там Много Трогательных Моментов Когда Авиация Кажется Налетает На Шлюпку В которой Сидят Женщины И дети Затонувшего Корабля И эта Авиация Долбает Эти шлюпки Беззащитные И Орвел Показывает Как эта Пулеметная Очередь Прошивает Эти Несчастные Шлюпки С детьми И женщинами И его Героя Этого Романа 684 Поражает И трогает Жест Матери Который Закрывает Глаза Ребенка Чтобы он Не видел Последних Агоний И это Его Очень Удивляет И стоит У него Во взгляде Внутреннем Зоре Он Не может Понять Бессмысленности Материнского Жеста Вот это Вот Привязательно То же самое Бессмысленность Материнского Жеста Бессмысленность Потому что Все равно Сгорит Но Жест Он Инстинктивный Он все равно Такой Он другим Не может быть Это Придает Этой Картине Реальность Как будто Вы оказываетесь Сами Участниками Этого Апокалипсиса Вы в реальности Тут есть Много Мотивов Отсюда Кстати И рождается Сочувствие Этой Метафизической Драме Еще вопрос Вы запрещали А Что 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 Василий Ты их запретил Тем Что ты спал В стечении всей моей лекции Ты как бы Вот для себя Это Зазиповал И нахрен Тебе это надо Понимаешь В чем дело Что значит Запретить Отчет Какой ты вред Ты в этом Видишь Вопрос Хороший А я Тебе на это Отвечу Спасибо Вася Хороший вопрос Это Василий Чтобы всем Было ясно Я бы его вообще Во все эфиры брал Особенно на Игра в бисер Ты не представляешь Ты бы был бы Фигурой Медиа Нет Это Тебя надо брать Просто Просто Волгин Никогда до этого Не дойдет Потому что Твои вопросы Просты И ясные Так вот А умение Задавать простые Ясные вопросы Дар Особый Вот смотри Ты говоришь Как жить Другой вопрос Ты забыл при этом А зачем Как мы знаем Работа Жратва Опять работа Сор Это и есть жизнь Помните Как знаменитая фраза В фильме Джеркмены удачи Да В электричке они едут Кто Или же Нерюшка Ну в лучшем случае На юг съездит А ты Украл Выпил Сел Украл Выпил Сел Романтика Вот как жить Например Уголовник У которого Много Адреналина В крови Украл Выпил Сел Вышел Украл Выпил Сел А так Потому что Едешь Едешь То В аутлет Быстро Вот так Она живет А дети Родились Только для Раздражения Они Сволочи Книжки Читают По башке Им так Денег не Заработают Но Зачем Это Извини меня Вопрос Который Многих Сводит С ума Зачем И для Чего Но это Вопрос Который На самом Деле Встает Перед Каждым Когда Вдруг Говорят Пожалуйте Бриться Кердык Пришел И тогда Человек Неизбежно Задает Себе Вопрос А нахрена Мне это Было Надо И тут Начинаются Красивые Вещи Или Не очень Красивые Вот Мне например Один Человечек Рассказывал Он С восхищением Об этом Говорил У меня Был один Приятель 36 лет Молодой Он узнал Что у него Неизлечимая Болезнь Что завтра Он умрет Так вот Он накануне Смерти Устроил Такой Дебош В ночном мире Вот Мужественный Человек Это Называется Воплощение Онтологического Страха Ничего Мужественного Там нет Это Воплощение Онтологического Страха Зачем Это вопрос Который Задает Себе Неизбежно Любой Человек Вопрос Другой В какое Время Когда уже Говорят Кирдык Это Поздновато Это Поздновато Вот И все Так что Как жить Все знают Бабла Бабла Еще раз Бабла Ну Во многое Мудрости Великие Печали Кто умножает Мудрость Тот умножает Скорбь Сказал Один Герой Библии Думаешь Умножаешь Скорбь Но В скорбе Кстати сказать Есть своя Прелесть Потому что Без скорби Могут начаться Обмороки От здоровья А это Вредно Для души Человек Неизбежный Ну что я вам Детский сад Вот понимаете Даже самый Глупый Человек Самый Ничтожный Самый Примитивный Самый Дебильный Человек У которого Одна Извильный Та Тут же Как знаете Трасса Формулы 1 Переходит В прямую Кишку Со скоростью 350 км В час Такие люди Тоже есть Такие Пилоты Так вот Не жизнь А пилотирование Даже Самые Примитивные Они Как ни Странно Как ни Дико Это Звучит Инстинктивно Не Осознавая Того Не Ведая Того Цепляются За смысл Они Хотят Понять Смысл И Цепляются Дико Бессмысленно Например В русском Шансоне А что Говно Конечно Но это Все Что У 90% Нашего Населения Воплощает Смысл Мама Магадан Магадан Кровь Не Греет Старых Лап Опять Мама Опять Магадан Это Так Это Их Вагнер Это Их Рождение Трагедии Из Духа Музыки Это Их Тристана Изольда Это Их Ларс Фон Три И Там Трагедия Не Меньше Чем Здесь Я Бежал Там По Снегу Меня Стреляли В Охры Чем Тебе Некосмические Столкновения Даже В Примитиве Даже В Унитазе Человек Пытается Найти Смысл Бессмысл Человека Нет Просто Он Делает Это Как-то Коряво Дико Но Делает Но Все равно Бессмысла Нет Человек Просто Эти Смыслы У него Дурацкие Но Такие Вот Какие Есть Он По-иному Не живет Поэтому Массовое Искусство Кино И цирк Нет Там Смысл Ищут Еще Вопрос Значит Я вам Объясню Как жить Как жили Так и Живите Зачем Не знаю Меня Очень Порадовала Эта Картина Представит Себе Жизнь Как Плеск Ребят Ты Ты После Хотел сказать Венерического А теперь скажу Туберкулезного Диспансера Где я был Картина Картина Ларса Фон Триера Обретает Потрясающую Актуальность Потому что Все определяется Посевом На палочку Коха А вы думали Иначе Есть у вас Палочка Коха Кирды А что такое Палочка Коха Это вот Тот самый Грибок На обоях И кирды Вашей планете Под названием Жизнь И начинаются Тут Вася Движения В башке Разные Очень Даже Интересные Очень Даже Интересные Химия Пошла Химия Мы даже Не представляем Себе Какая Мы Плесень Человек На 80% Состоит Как я люблю Говорить Из воды А на 20% Из дерьма Это мы Мыльные Пузыри Земли Мы Как жить Это Плесень А мы Придумываем И классно Смотрите Какой человек Который Потрясающий Он Бога Придумывает Он Тростник Как пишет Этот самый Блес Паскаль Но Тростник На беду Свою Мыслящий Тростник Вот не мыслит И счастлив Его Спалил огонь И нету Тростника А этот Мыслящий Тростник Который Еще Рефлексирует По поводу Палочки Коха И прочих Грибов И так далее И при этом Смотрите Как он Человек Цепляется Как он Хочет Сделать Своё Существование Уникальным Как он Хочет Сделать Своё Существование Космическим Неповторимым Вечным Как он Рвется Изо всех сил Из простой Власти Химии Из простой Палочки Коха Из простой Бацилы Как он Хочет быть Больше Чем Бацил Больше Чем Это же Классно Это же Классно Пусть даже Это Иллюзия Но это Великая Иллюзия Это Классно Знаете Вот поэтому Режиссёр Которого Мы сейчас Чуть-чуть Позырили И много О нём Поговорили Он ведь Тоже вам Создал Иллюзию Он Создал Вам Иллюзию Показывая О том Что Вся жизнь Это Всего лишь Бацилы На земле Да Он Создал вам Гениальный Иллюзион По этому Поводу Великую Драму Которая В общем-то Будет существовать Я думаю И после Его смерти И будет Вдохновлять Своей Трагичностью Ну Нету Больше Вопросов Всё Ваську Я удовлетворил Вот я говорю Его надо Брать с собой Волгина Задаст Вопрос И Волгин Заткнётся Тогда Передача Приобретёт Новый Смысл Рейтинг Будет Как у Малахова Даже Круче Ну Всё Тогда Счастливо Очень Аплодисменты Аплодисменты Рейтинг Рейтинг